Азербайджан Арбанакаба Рамян направил послание военному руководству Армении и Арцаха. В обращении, в частности, говорится «Дни траура» или «Всенародная дань памяти бессмертным». Мы ждали военно-национальную дань памяти воинам, павшим на поле славы священной земли Арцаха, могилы которых частично воссоединены на кладбище Яраблуж, кладбище героев Ереване. Мы стали свидетелями политического марша властей Армении, который никоим образом не отражает военные действия павших солдат по защите армянской территории и гражданского населения Армении. Мы, военные борцы за свободу Западной Армении, напоминаем, что в соответствии с Кодексом чести наших вооруженных сил необходимо так можно скорее организовать церемонию, которая достойна борьбы, которую героически вели наши солдаты. Командир группы разминирования российских миротворческих сил в Арцахе капитан Виталий Мороз, погибший при разминировании в Шуши, прослужил в ВС РФ 12 лет. Трагический инцидент произошел 18 декабря. Виталий Мороз погиб в результате взрыва взрывного устройства. Ему было 29 лет. Президент Арманак Абрамян выражает соболезнование президенту России Владимиру Путину и семье Виталия Мороза. Капитан Виталий служил в Шушинском районе Арцаха для защиты мирного населения от вооруженных нападений турецко-азербайджанских террористов, которые сегодня оккупировали нашу священную территорию. Сын России капитан Виталий Мороз пал на поле чести, армянский народ его не забудет. Эта земля всегда была армянской, это земля наших предков. Она никогда не была честью Азербайджана, не была до советского законодательства во время него и после. Еще раз выражаем огромную благодарность миротворческим войскам ВС Российской Федерации. Арманак Абрамян, президент Республики Западной Армении. В сопровождении российских миротворческих сил и военной полиции 21 декабря в Арцах вернулись 351 человек, покинувшие свои дома из-за боевых действий. Как передает Арман Пресс, об этом сообщает Минобороны России. Всего в Арцах вернулось около 43 тысяч человек, говорится в сообщении Минобороны. Указом президента РФ от 10 ноября 2020 года, после заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, подписанного руководителями Армении, Азербайджан и России, о прекращении огня в Нагорном Карабахе, были размещены войска российских миротворцев. Основу контингента составляет 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командир миротворцев генерал-лейтенант Рустам Мурадов. ЮНЕСКО ожидает незамедлительного ответа от Азербайджана о направлении миссии независимых экспертов для оценки состояния культурных ценностей в Арцахе. Но запросы к властям Азербайджана пока не увенчались успехом. Как передает Арман Пресс, об этом говорится в заявлении ЮНЕСКО, которое приводим ниже. В своем пресс-релизе 20 ноября ЮНЕСКО напомнило об обязательстве защищать культурные ценности в соответствии с Конвенцией 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, который придерживается как Армения, так и Азербайджан. Поэтому организация предложила провести независимую экспертную миссию на местах для составления предварительной инвентаризации наиболее значимых культурных ценностей в качестве предварительного условия для эффективной защиты наследия региона. Это предложение получило полную поддержку сопредседателей Минской группы, а также первое принципиальное согласие представителей Армении и Азербайджана. С 20 ноября ЮНЕСКО внесла предложение и провела углубленные консультации для выполнения этой миссии, которая, согласно Конвенции, требует согласия сторон. Пока ожидается только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах. На данном этапе неоднократные просьбы к азербайджанским властям не увенчались успехом. С каждой неделей оценка состояния культурных ценностей становится более хрупкой и сложной, особенно с учетом погодных условий, которые в ближайшие недели ухудшатся, заявил Эрнеста Атане, заместитель гендиректора ЮНЕСКО по вопросам культуры. Исторический мост Тахар, расположенный в районе Чемешкезек, города Дарсим, западной Армении, круглый год привлекает посетителей своей природной красотой. Провинция Чемешкезек находится в горной местности, богатой дикой природой, исторической и культурной красотой. Каждый год посещается многими местными и иностранными туристами. Мост Тахар, построенный на реке Тахар, выделяется своей уникальной исторической структурой. Гагик Киносян, руководитель ансамбля традиционной песни и танца Карин на своей странице в Фейсбуке, опубликовал сообщение о презентации видео самоучителя Пар Банакац. Рады сообщить, что после долгой работы готов видеоурок Пар Банака, подготовленный совместными усилиями образовательной и культурной общественной организации Карин, мемориального фонда Джинищан. Он беспрецедентен в своем роде, по-видимому, он первый не только в армянском танце, но и в сокровищнице мирового танца. Одним из столпов воспитания армянского солдата с древних времен был армянский танец войны, который уникально способен не только гармонизировать душу и тело в солдате, но и привнести армянскую идентичность, создать коллективный дух в армии. Непобедимый дух, который будет определять достойное будущее Армении и историческую славу. Армянский танец войны должен быть введен в армянскую армию как можно скорее, чтобы сделать армию солдата более непобедимым, идейным, более благородным. Презентация состоится 25 декабря в 19 часов в мемориале Сардарапад. Вход свободный, но количество мест ограничено. Пожалуйста, свяжитесь с нами заранее по электронной почте. Танцевальные шаги каждого танца войны будут представлены с Кагавагром. Компьютерная программа на основе кинетографии Сарпуи и Лисетян. Авторские права принадлежат образовательной и культурной общественной организации «Карин» Гагику Генасяна. Вышел в свет сборник нот для фортепиано отрывками из балета Арама Хачатуряна Маскарад. Издание посвящено 80-летию создания музыки Арамам Хачатуряном к одноименной драме Лермонтова. Также издан сборник балетов Арама Хачатуряна отрывки из балетов Гайне и Спартак. Разработка известного музыканта Хачатуряноведа, заслуженного артиста Латвии, доктора искусствоведения Рафиха Раджаняна с директором дома-музея Арама Хачатуряна, пианистка профессором Армине Григорян. Также представлены трехязычные эссе Рафиха Раджаняна об Араме Хачатуряне, в котором упоминаются особенности творчества композитора и особенности исполнения представленных произведений. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию вокальный ансамбль «Наирян». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!